здравствуйте сегодняшний урок будет на тему движения по прямой первая задача из пункта а в пункт бы расстояние между которыми 19 километров вышли одновременно на встречу друг другу два пешехода первый пешеход и вторую и встретились в 9 километрах от а найдите скорость пешехода шедшего из а если известно что он шел со скоростью на 1 километров больше чем пешеход шедший из b и сделал в пути получасовую остановку для этого мы построим таблицу первый пешеход который вышел из а второй пешеход который вышел из d мы должны знать их скорости скорость измеряется в километрах час время час и путь пусть скорость пешехода шедшего из пункта а это x километров час тогда скорость пешехода шедшего из б у нас x минус 1 получается у нас имеется условие того что наш x строго больше чем единица так как из а первый пешеход до места встречи прошел 9 километров второй пешеход прошел 10 километров для этого вас для нахождения времени воспользуемся формулой всеми нами известной 9 делим на x время первого пешехода и второго пешехода 10 разделить на x минус 1 так как пешеход первый сделал по пути остановку на полчаса мы составляем уравнение 10 разделить на x минус 1 должно быть равно 9 разделить на x и плюс его остановка то есть 1 2 для того чтобы решить задачу надо решить данное уравнение а чтобы решить данное уравнение я все перенесу в одну сторону с учетом того что здесь у нас 1 2 найдем общий знаменатель для каждой дроби первые дроби домножая на 2 x x минус 1 и третью x умноженное на x минус 1 общий знаменатель у нас 2 умноженное на x умноженное на x минус 1 числителе будет 20 x минус 18 x плюс плюс 18 минус x квадрате и плюс x равен нулю так как мы знаем что x это больше одного числа я буду рассматривать только числитель данного уравнения у нас получается минус x квадрате плюс 3 x плюс минус 18 равен нулю умножим все уравнение на минус получаем приведенное квадратное уравнение которые можно разложить потеря не ли это 6 и 3 мы нашли 2 x а это 6 и второе это минус 3 минус тройка у нас не подходит по условию того что x у нас должен быть больше строго больше чем один значит наш ответ первый пешеход прошел на 6 километров в час рассмотрим вторую задачу железнодорожный состав длиной в один километров прошел бы мимо столба за одну минуту а через туннель от входа локомотива до выхода последнего вагона при той же скорости за три минуты какова длина туннеля мы представим себе что наш поезд проходит через столб мимо столба и он проезжает за одну минуту полностью то есть весь один километр длина поезда который у нас один километр проходит за одну минуту то есть скорость нашего поезда равна один километр в минуту туннель у нас примерно выглядит вот так после захождение у нашего поезда локомотивом и до того как вышел последний вагон у нас идет три минуты то есть здесь у нас потрачено три минуты найдем расстояние то есть у наш поезд прошел три километра а нам надо найти длину сама самого туннеля то есть вот эту длину это длина у нас равна три километра которые он прошел до последнего вагончика и длина нашего самого поезда поезда один километр то есть ответ это два километра и третья задача из а и в б одновременно выехали два автомобилиста первый проехал с постоянной скоростью весь путь второй проехал первую половину пути со скоростью меньшей скорости 1 автомобилиста на 11 километров в час а вторую половину пути проехал со скоростью 66 км в час в результате чего прибыл в b одновременно с первым автомобилистом найдите скорость первого автомобилиста если известно что она больше чем 40 километров в час ну если это представить виде рисунка от а до б нашей автомобилисты выезжает друг одновременно с точки а 1 автомобилист едет с постоянной скоростью то есть он свою скорость не меняет 8 x километров в час а второй автомобилист до половины пути то есть до сюда он ехал со скоростью меньшей на 11 километров в час то есть x минус 11 километров в час а вторую половину пути прошел за 66 километров в час так время за которое оба автомобилиста проехали весь путь от а до б одинаково поэтому можно составить следующее уравнение весь путь это у нас с то есть первый автомобиль проедет за с разделенное на x времени а второй автомобилист проедет тот же путь то есть здесь у нас половина пути с разделить на 2 и разделить на x минус 11 плюс вторую половину который он прошел за 66 километров в час так как здесь у нас путь одинаков я его могу убрать и решить уравнение который выглядит следующим образом мы знаем что скорость нашего автомобилиста больше чем 40 километров в час из этого я умножаю уравнение крест накрест и получу следующее уравнение x квадрате минус 77 x плюс 11 умноженные на 2 умноженные на 66 равно нулю это означает что x минус 33 x минус 44 равен нулю первый корень уравнение это 33 или 44 так как по условию нашей задачи мы должны брать ответ который больше чем 40 я беру 44 километра в час на этом мы завершаем наш урок спасибо за внимание спасибо спасибо Продолжение следует...